Друзья мои, всем доброе утро! Ну у нас утро, видео выйдет уже вечером. Видео начну с того, что, наверное, надо говорить. Ребята, смотрите автомобили на Авито и на Автору. Может быть после этого вы начнете смотреть их на драме. Потому что, знаете, как не скажу, что Авито и Автору у нас не актуальны, вот начинаются звонки, начинаете скидывать объявления именно с Авито, с Автору. Я говорю, добыть такого не может, да развод. Да нет, 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 давай, срочно надо ехать, смотреть, срочно. Я говорю, хорошо, я не поеду смотреть. Ага, через час, два, три приходит смс-ка. Это был развод. Да, Сань, ты говорил, что смотреть не надо. Но вот мы клюнули на цену. Поэтому, народ, если серьезно, реально, постоянно об этом говорю, сайт Авито, Автору против них, против этих сайтов я ничего не имею. Но у нас автомобили в Приморском крае продаются на сайте drom.ru. Заходите, выставляйте параметры себе. Автомобили в пути под заказ, не смотрите, цена заниженная. Но поймите вы это, наконец уже. Выставляйте галочки в наличии с документами, не битые. Вот, и это нормальный автомобиль. Постоянный вопрос, сколько стоит осмотр автомобиля. Осмотр автомобиля стоит 2000 рублей. Не 5000 рублей, не 10 тысяч рублей, не 20 тысяч рублей. 2000 рублей. Что для этого нужно сделать? Копируйте ссылочку, скидывайте мне. Я созваниваюсь с продавцом, договариваюсь о встрече. Как правило, если вы скидываете там после обеда, да, то ваш автомобиль осматривается на следующий день. То есть, грубо говоря, сегодняшний день, сегодняшний день у меня планируется с вечера. Дальше, еще такой момент. Когда вы приезжаете за автомобилем, да, либо когда вы хотите приобрести автомобиль, друзья, ну оценивайте свои возможности, ну реально оценивайте. Скидок 50 и 100 тысяч рублей здесь нет, ну поверьте. Вот. Я как бы не лезу, да, к продавцам. Я не знаю, сколько конкретно они зарабатывают там на продаже автомобиля. Да вот, буквально там ходить никуда не надо. Вот сейчас смотрели машину, хондос степп-вагон спада, да. Сколько он стоит? А, один что-то, один 580 он стоит. Да, то есть машину посмотрели. Машина реально хорошая, бальная, там с пробегом 70 тысяч. Вот, ну и, а у меня полтора миллиона. Ну вот и больше нет. Ну такие скидки 70-80 тысяч, ну поймите, его никто не делает. Да, там спору нет. Если продавец купил там какую-нибудь утиль, да, наварил там на нем 200 тысяч рублей, там, а то и больше. Дальше, ну грубо говоря, утиль выставил по цене нормального автомобиля, да. Может быть он и скинет такие деньги. Бывало такое-то, что скидывали, и утиль народ покупал. Вот, поэтому, ну серьезно, нет таких скидок. Дальше, что касается аукционных листов. Вчера, вчера смотрел, в истории у меня в инстаграме было видео. Стоит автомобиль 4,5 балла, это Subaru XV. Да, машина хорошая, да, реально 4,5 балла, аукцион пробивается по статистике, все отлично, машина вся целая. Но, но, находится один крашеный элемент. Вот, по аукциону, по статистике, машина вся целая. Я это к чему веду? Если вы видите аукционный лист, все равно проверяйте автомобиль. Да, то есть, ну, как бы машина от этого хуже не стала, да, от этого одного крашеного элемента. Пробег родной пробега там не скручивает. Вот, за это не переживайте. Но, тем не менее, как-то, знаете, неприятно. Причем продавец здесь ничего не красил. Там, если честно, видно, то, что окрас двери, окрас этого элемента, он был, ну, не сейчас. Да и сейчас машина там два дня с таможеном. Ну, тут, в принципе, физически этого бы сделать просто, просто никто не успел. Вот, поэтому, ну, реально, проверяйте, проверяйте аукционные листы. Напоминаю, аукционный лист, если три месяца, если прошло три месяца с момента покупки автомобиля в Японии, то он открывается платно. Стоит это там 500, короче, 600 рублей это стоит. Если три месяца с момента покупки автомобиля в Японии на аукционе не прошло, то он открывается бесплатно. Ребят, практически все автомобили, которые с Японии, практически все, они есть, они есть статистики. Если нет статистики, есть другие ресурсы, где их можно найти. В общем, наверное, 95% автомобилей, да, даже больше, можно найти, можно вытащить его историю, посмотреть, посмотреть, что с ним было, ну, вообще по Японии, да, в каком, в каком состоянии он был куплен. Вот, с этого началось видео. Усвоите, пожалуйста, да, особенно усвоите про Дром и про Авито. Все автомобили на сайте drom.ru. Вот, я приехал на рынок, у нас время полодиннадцатого, я уже сделал два осмотра. Сейчас похожу, поснимаю, сегодня тепло у нас потеплело, вот, поэтому можно поснимать. Зайду на какую-нибудь стояночку, ну, и, как обычно, посмотрим, посмотрим, что у нас с ценой. Поэтому присаживаемся поудобнее. Всем спасибо за подписку, обязательно за комментарии, да, которые вы оставляете. Пойдем смотреть. Так, нахожусь на одной из стоянок, вторымка, зеленый угол. Давайте с вами начнем. Honda Fit Shuttle, автомобиль 2016 года выпуска. 4WD, гибрид. Так, цена на нем не указана, ладно. Sienta, минивэн от Toyota. Очень популярный минивэн. Ага, цены тоже нет. Хорошо. Honda Fit Shuttle. Автомобиль. Гибрид. 2012 год. Цена 735 тысяч рублей. Автомобили есть гибрид, есть 4WD, есть просто передний привод. Седана Toyota, это Toyota Premium, автомобиль 2010 года выпуска. Такой хит продаж, да, был. Но цена полторашка, они есть 1,8. Цена 915 тысяч рублей, пробег 25 тысяч. Знаете, вот эти автомобили, я уже говорил, то что они относят к той категории. Я не знаю, с чем это связано, но такой автомобиль, алион, премиум, их можно найти реально, ну, как бы целенький, да, и с небольшим пробегом. Рестайлинг, да, стопари уже задние. Другие, светлый салон. Но, если честно, если честно, в последнее время все вот как-то популярность набирают. Минивены, хэтчбеки, как-то вот седаны уже с багажником, они не актуальны. Опять же, на вкус и цвет, товарищи, как говорится, нет, мне очень нравится здесь отделка салона по материалу в сравнении с тем же самым филдером, да, или аксио. Единственное, что мне не нравится, мне не нравится это светлый салон. Вот, конечно, все на любителя, я всегда сужу по себе. Простой, неприхотливый в обслуживании двигатель. 109, по-моему, лошадиных сил, мне не изменяет память. Коробка, вариатор. Ну и вот стоит филдер. Это 16-й год. 4WD, вот, стоимость автомобиля 905 тысяч. Кстати, хотел посмотреть. Аукционик, не знаю, есть, нет. Да, здесь есть аукцион. Замен, видите, никто ничего не скрывает. По левой стороне есть окрас. По правой стороне замена правой двери, замена заднего правого крыла. И все это дело у нас окрашено. Такие аукционики, как правило, не подделывают. Вот он стоит у нас филдер, 4WD. Также есть автомобили передний привод, есть автомобили гибрид, полноценный гибрид, ребят. Здесь он у нас тоже эрочка. Эрочка. Тут у нас замена по задней части, нужно смотреть. Сейчас сзади что-то менялась. Либо торцевая планка, либо там целиком тазик. Тоже никто ничего здесь не скрывает. Большинство автомобилей сейчас стоят на летней резине. Показать хотел. Ладно, покажу сейчас. Вот по обивке, да, в сравнении. Здесь, конечно, идет такой пластик, уже твердый. Ну и качество, конечно же, не то. Кто-то недавно удивился, что есть лифт, лифт сидений, да, то есть сидушечку. Вы, когда делаете лифт, она у вас немного едет вперед и также поднимается наверх. Это очень удобно. Потому что бывают такие автомобили, то, что сел, ты провалился, ты не видишь ни капота, ничего. Вариатор, антиюз, ручник, где положено климат. Руль идет такой обычный. Ну и пластик, пластик. Автомобили такие, они гремучие немного. Дальше у нас стоит Suzuki Solivo. Два автомобиля. Это простые комплектации. 17-е года. Стоимость автомобилей 670 тысяч. Если брать гибрид, да, там комплектацию покруче. Но цена, конечно, цена, конечно, будет выше. А вот в последнее время сравнивают с Solivo, с танками, с Rumi, с Justy. В принципе, цена на них одинаковая. Что на танк, что на Rumi, что на Justy, что на Solivo. Тоже автомобиль набирает популярность. По комплектации хочу сравнить. Да нет, они одинаковые. Давайте, наверное, уделим внимание побольше данному автомобилю. Потому что, говорю, последнее время все спрашивают. Больше, больше, больше. И что мы получаем за 670 тысяч? 1,2 мотор, который действительно едет. Неплохое для хэтчбека, да, такого. Багажное отделение. Глубокая ниша. Реально очень глубокая. Туда можно, поверьте, много чего положить. Сзади у нас обивка идет. Это пластик. Есть подсветка. Второй ряд сидений у нас идет раздельный. Это очень удобно. Мы его можем как сложить, да, увеличив. Багажное отделение в ровную пол, к сожалению, здесь не получится. Далее, друзья. Получаем мы боковые двери сдвижные. Это тоже очень удобно. С правой стороны дверь идет механическая, с левой стороны дверь идет электро. Помимо этого, второй ряд сидений у нас еще отдельно с вами двигается. Также регулируется наклон спинки. Да, то есть мы можем выстроить так, как нам нужно. Получаем мы с вами очень много места. Реально очень много места на втором ряду. Из удобств второго ряда, что у нас здесь есть? Колонки, небольшая ниша. В принципе, все. Есть подстаканник. Также имеется подсветка. Очень высокий потолок. Тесно вам здесь. Высоко-низко не будет. Дверь идет с подтяжкой. Есть у нас бесключевой доступ. Удобное в обслуживании. Многие покупают автомобиль, мне нужны туманки. Мне нужна камера заднего вида. Ребята, цена вопроса за туманки, не знаю, там 3000 рублей. Камера заднего вида и то дешевле. Следующий момент. Также у нас есть лифт сидения. Естественно, переднее сидение ездит оно вперед-назад. Руль у нас идет здесь обычный пластиковый. Из удобств есть подлокотник. Так, печечку можно включить. Очень много места по передней части. Реально очень много места. Тесно, поверьте, здесь не будет. Также есть подогрев сидения, проход на второй ряд сидений, но я думаю, этим никто не пользуется, если только дети. такой вот удобный ящик для хранения. Вот так удобный. Я не знаю, у меня бы там какие-нибудь бумаги лежали в этом ящике. В гибридных версиях тут стоит смешная батарейка. Есть обдув на на ноги, это тоже идет как бы таким хорошим, хорошим, большим плюсом. дверные карты, пластик, пластик, 70 на 30. Здесь тканевая обивка есть. Есть у нас бардачок со стороны пассажира, это идет по стандарту. Многие спрашивают, что это за провода. Друзья, это выводит флешку с магнитофона. Все очень просто. Далее, значит, есть у нас подстаканник квадратного типа. Сюда мы можем положить какие-то бумаги, какие-то ручки, но по мне так оно здесь будет болтаться. Не знаю, надо какой-то коврик стелить. Естественно, подушки безопасности. Кстати, по подушкам безопасности, но это по стандарту, на японских автомобилях ставятся подушки безопасности. Уже до смешного доходят. Можно, электродверь, значит, открывается у нас с кнопки вот отсюда. Ну и, конечно же, на закрытие. Также дверку можно отключить. Есть у нас корректор фар. Ребят, корректор фар это не вправо, не влево. Это вверх, вниз. Фары регулируются вверх, вниз. Запомните это. Вот, что еще здесь есть? Тоже пару низ, подстаканник. Вот такого плана есть верхний бардачок, дуйки, обдувки. Ну и, как видите, здесь широченные стойки, да, по передней части, но они идут со стеклами. То есть, обзорность шикарная. Обзорность великолепная. Пробег на данном аукционе, здесь нету. Здесь у нас идет, по-моему, окрас, окрас задней двери. Пробег на автомобиле 84 тысячи. Есть кондиционер, кондиционер установлен на всех автомобилях. Есть розетка на 12 вольт, нижний, такой вот бардачок. Ну и центральная панель очень удобная. Дальше, значит, регулировка зеркал у нас происходит именно с дверной карты. Это тоже очень удобно. Есть автомобили, где вот находятся они вот здесь, туда приходится тянуться. По мне, так это очень-очень неудобно. Вот такая вот, такой бардачок, очочница, не знаю ни о чем. Я вон себе прищепку купил, на козырек повесил и все отлично. Зеркало есть, подсветочки нету в зеркале. Очень плохо, очень плохо. Вот, ну что вам здесь еще показать? Со стороны пассажира тоже места будет очень-очень много. Ладно, автомобиль заглушен. Посмотрим, что еще на этой стояночке есть у нас по ценам. Ну, знаете, вот у кого 700 тысяч и хочешь что-то им такое, семейное, да? Вот, соль его, соль его, танки. Ладно, ребят, дальше у нас стоит Honda Fit, это гибрид, простая комплектация, 4WD, цена 890 тысяч рублей. Shuttle, гибрид. 16-й год, 4WD, 1 миллион, 1 миллион, 965 тысяч, нифига, я загнул, 965 тысяч. стоит у нас Alpha, мало, мало на рынке, полноценный гибрид, 1,8G комплектация, 1 миллион, 275 тысяч рублей, ребят. свежий Allion, 1 миллион, 335 тысяч. Воксе 4,5 балла, керамокомплектация, керамик 2 люка, 2 люка, стоимость, так, ребят, стоимости, ага, вот же она стоимость, а я слепо не вижу. Стоимость автомобиля 1 миллион, 550 тысяч рублей. Esquire, 4WD, 2 литра, если они идут, не гибриды, они идут 2-х литровые, 1 миллион, 535 тысяч. Honda Freed, свежий, не гибрид, 1 миллион, 60 тысяч рублей. Давайте возьмем, интересный автомобиль, CH-R, Toyota CH-R, 1 миллион, 420 тысяч рублей, turbo. как видите, автомобили, они есть, вот Swift еще стоит, цена, к сожалению, на Swift нет. Prius 20, седьмой год, полторашка кожа, 660 тысяч. PASA, 16 год, объем двигателя, 1 литр, 615 тысяч рублей. Вот сделал такой небольшой обзор данной стояночки. Нужно мне смотреть на этой стоянке автомобиль. Всем спасибо, досмотрел до конца. Всем хорошего настроения.